всем привет с вами как всегда александр и сегодня я начинаю большую работу сейчас середина августа и хочу заменить уже начал тихонечку заменить все свои грядки на металлические потому что деревянные уже разваливаются спустя там сколько 5 или 6 может быть 6 по моему сейчас год и все они уже пришли в полную негодность и уже колышки на такими подбивал здесь со всех сторон но они уже вон одно название и вот я их выкапываю все целый вот это площадь здесь получается у меня семь трехметровых и пять двух метров грядок и постоянно дорожки между них зарастает такой густой густой пинтовой я тяжело скашивать примером в общем сделаю по красоте теперь будут железные грядки и сейчас покажу вот это я сейчас пересажу укроп петрушку куда в теплицу там уже помидоров у меня не осталось уже все засолим вот такими плитами потом в конце разноцветными тоже сделаем тоже увидите не хуже нас украсить вон сколько там еще очень много осталось красит так что забота еще просто кучу вы сейчас это конечно увидите все в одном видео для вас пройдет несколько минут а для меня примерно около месяца огромная работаю поэтому заранее прошу поставить лайк этому видео и напишите какой каком-нибудь комментарий в конце когда посмотрите скажете как вам прошло несколько дней погоды сегодня шикарная я продолжу копать свои грядки уже куча училась до этого просто много дел было других до дождики когда прекращались сухая погода была на земле еще мокрая вот пока плитки красиво ну и вот почему я перешел точнее собираюсь перейти на железные грядки смотрите это вообще если я не ошибаюсь правильно посчитал то 6 лет этим гадком и вот такие они все же никуда не годятся да и потом муравьишки любят в этих досках заводиться ходов себя там настраивают и очень много вот как вы видите слизней сейчас отковырнул и они у 10 сидели в проходах в этих щелях то есть там они ему это чем прикольно вот смотрите тут сразу сколько их три штуки вот один прям внутри там вот тоже минус деревянных грядок а в этих щелях в день в дереве сложно чем-то пролить чтобы там потравить железными такого не будет вот вам пожалуйста смотрите целое семейство слизней прекрасно индей живется ну в помидорах вот там где железные грядки вообще такого нет сильно много так слизней как здесь деревянных там заметная разница они конечно тоже есть но все поменьше здесь на третий год стоит уже 33 сезона отпахала это я для пробы посадил вырастить что нет уже август помидор уже убрала тут давно посолил посмотрите за три года вообще никак не изменилось не помялось ничего если если специально и какими инструментами не мять ничего с ними не будет когда я вскапываю я не втыкаю лопату и на грядку опираюсь чтобы поднять эту лопату я аккуратно здесь земля такая рыхлая что здесь просто вот можно рукой вот смотрите раз и вскапываю куда угодно можно руку засунуть высокие грядки железные это тоже способствует тому что земля очень рыхлое долгое время ну что продолжим дальше работ вот уже кусочек работы выполнен сколько обломков все грядки почти выкрепил вот такая гора получилась немножечко еще осталось совсем и он там тоже гора земли немного собрал за грядок отмерил себе первую линию вывозил там веревочку натянул пришлось не рулеткой вымерять а укладывать сами плитки потому что они немножечко бывают отличаются по размеру там совсем чуть-чуть но это может привести к плохим последствиям потому что у меня здесь уже бетон я хочу чтобы тетка отсюда начиналась вот я их выложил замерил все чтобы угол совпадал грядки поставим и вот такая линия у меня получилось я уже грядки отодвинул разумеется все натянул ниточку и по этой нитке сейчас просто их сторону отодвинул скопать траншею 5 сантиметров глубиной постелю спонбонд толстяный плотностью 200 самый такой толстый чтоб сорняки не лезли аккуратно выложу их на спонбонд уже и буду представлять грядки с обеих сторон и уже во все стороны дальше на закрепление делать вот такой делать текстиль я купил ширина метр шестьдесят площадь 40 куда-то толщина 200 но по нему видно это не тот которым я грядки открываю прям толстяный такой плотный думаю справиться отлично сорняками чтобы не было как вот здесь вот эти вот травки между плитками ну вот начало есть копала первую полосу плитки вырву траншею 5 сантиметров уплотнил ее как следует колотушкой полосочку укровного материала положил немножко с нахлёстом и сейчас буду уже в разные стороны разводить дорожки втыкать грядки грядки будут прям вплотную и вот этот лишний который торчит спонбонд грядка будет вот здесь он будет туда в грядку заезжать залазить высотой 10 сантиметров примерно к борту прилипать чтобы сорняк не вылазил между плитками и грядками на колышках вот таких натянул веревочки чтобы было ровно и вот здесь то же самое плитка просто мега тяжелая поэтому я не знаю чтобы я делал без слова креатина мне так помогает в этой работе они увидел и потом как мы сделаем протеинчик тоже чтобы мышцы не разрушались пока работаю так сильно ну вот уже дело двигается потихонечку в общем было принято решение от ножек от этих избавиться потому что их тяжело втыкать в землю тем более такую глинистую так как огород прямой и плитки и эти грядки будут еще плитками зажаты ну и плюс сколько они земли будет насыпано никуда не денутся поэтому ножка думаете будут лишними ну каждую показывать не буду сейчас я отпилю вот один ряд уже полностью закончил вокруг плитками обложил уже начал засыпать землю прижимаю бомбом к бортикам чтобы туда сорняться не проникал сетку двойную постелил ротов одну треть я засыплю и потом из компостной кучи много много компоста сюда слой такой сантиметров десять а потом сверху опять землей и к весне будут шикарные грядки компост у меня уже как раз переполнен джоник как лет я скидываю и никак он отсюда не заберется вот сейчас весь из расходу будет куда траву сваливать вкусно очередное утро кофе йог занимайся уже грядками несколько дней дело сейчас перерыв потому что заболел ангиной он сейчас уже немножко полегче сейчас продолжим вот такой уже результат уже все симпатичный получается ну кстати заболела и думаю как раз из-за этого то что эти плиты очень тяжелые я трудился каждый день с утра до вечера и мой не иммунитет слегка просел и достаточно было не сильно холодного просто про слегка прохладного кефира с творогом и сразу схватил ангину а муж когда такие нагрузки нужно восстанавливаться все-таки сегодня буду вот эти две грядки до конца вокруг делать плиткой уже помогу не буду сразу делать вот вот эту дорожку сделаю передохну и завтра начну уже вот эти маленькие работенка конечно общение из легких весь мокрый под три ручья но зато потихоньку продвигается уже еще одну грядку маленькую сделал калории горят просто с бешеной скоростью думаю денька за два я закончу все но вес у меня пока не уходит сильно с такими нагрузками потому что я не хочу опять остаться без иммунитета и ем достаточно много чтобы успевать восстанавливать энергию работа очень тяжелая потом я перейду на тренажер увидите если купил велотренажер там я буду именно худеть когда уже смогу мало есть немного калорий сжигать моя спина в ведрах все так спускаю тележка сломалась да и она здесь и не проедет в принципе но ничего страшного осталось немножко совсем засыпаю уже потихонечку грядки компост засыпал землю засыпал завтра покажу слой травы такой сделаю толстенький газонный и сверху еще слой земли уже кучка поменьше становится ну смотрится уже так более-менее покосил немножко траву заодно почище стал специально давно не косил что побольше травы не росло почти до конца нас это зимой сейчас все этот траву раскидаю разровняли сверху еще что земли будет и будет такая супер удобная земля плесной все это дело перегниет я как раз лопатой перекопайся будет шикарно можно сажать вот этот спонбон я попозже вычищу здесь вот так прижму отрежу ровно по плитке и засыпаю землю и здесь будет газон прям плитык с плиткой ровно немножечко залазь на него будет чтобы можно было газонокосилкой заезжать на плитку спокойно не коситесь но сегодня 12 сентября наконец закончил я с грядками приложил немало усилий устал очень сильно самое тяжелое это конечно именно плитка не землю загружать и выгружать из грядок старых а именно ложить плитку сейчас я вам покажу конечный результат как все получилось и если вам не сложно пожалуйста напишите какой-нибудь комментарий как вам оцените пожалуйста хорошо у меня получилось или не очень и не забудьте потом в конце поставить лайк вот такая красотища вышла она сейчас мокрая полил уже много раз поливал но высыхает и вы видели да какая она становится плитка цвет не смывается уже много раз и небольшие дождики поливали и я периодически от земли смывал и вот когда она высыхает ну грязно понятно делалось тут песок но цвет остается прежним она когда полностью высыхает желтая прям становится яркой вот так все получается классно теперь никакой сорняк не будет третий кстати если кто-то захочет себе тоже железной грядки смотрите там я долго выбирал эти ну ладно при рекламируешь раз уж я всегда говорю какие заказываю я заказывал фирма называется по уму грядки в озоне я брал и что я хотел сказать есть такая фишка у многих производителей вот эти грядки борта неважно какие там 20 сантиметров 40 они пополам вот так делятся вот эти уголки до держателя они такие толстенькие туда въезжают борт стал один потом сверху 2 вот такие наверное не советую брать так как вот здесь посередине будут вылазить сорняки из грядки бром здесь пучок так будет мощные полоса сорняка конечно кому-то не критично можно брать они подешевле немножечко стоят но я советую цельный борт все-таки сорняк если откуда-то и пролезет там небольшие росточки это только вот из этих щелей я не стал пока заморачиваться если будет мешать и немножечко откопну здесь и положу тоже там спонбур как защиту сделаю то есть не проблема но так в принципе 30 сантиметров я считаю самой идеальной грядки чтобы меньше свою спину напрягать поясницу я уже замерял свои стулья заранее прежде всем плитку заказывать они как раз сюда встают и можно сидя пропалывать или что там сажать если устал в общем так уже первый пролив я сделал два дня назад как следует прям залил мощно и проверил как она будет гулять не будет вроде пока хорошо держит нигде ничего не повело я делал не как положено да то есть заливку бетоном там песка куча бортики эти там все вот этим специальным длинным шпателем деревянным как обычно делают перед гаражом или перед домом дорожки такие идеальные не стал заморачиваться сделал так там в земля глинистая на улице и хорошо будет держать и ну в общем на этом все не забудьте пожалуйста комментарий с лайком всем пока